Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодняшнее видео это распаковка пряжи от прекрасного магазина Кудель. Потом расскажу о новых идеях. Сделаем с вами незаметный шов и расскажу кое-что по джемперу, вернее по свитеру, трансформеру, который я назвала жгуты на резинке. Спонсором здесь также был магазин Кудель. Кудель громаднейшая, благодарю за предоставленную пряжу. Сегодня опять пряжа опал. Я в нее просто влюбилась. Я не знаю, меня не отпускает эта пряжа. Тем более, если ее удачно смесовать. Так что, мои хорошие, нас ждут грандиознейшие проекты. О них я пока не буду говорить. Может быть, вы мне напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть из этой пряжи. А может быть, и угадаете, что я планирую связать. Да, не забуду еще показать вам вот такой сладкий подарок от этого замечательного магазина Кудель. Зайдите, посмотрите. Там громаднейший выбор пряжи. И очень вежливые продавцы-менеджеры. Итак, что же на этот раз я заказала? Вернее, что понятно, эта пряжа опал. Какие оттенки? Давайте посмотрим. Я обожаю серый цвет. Посмотрите, какой нежный, нежный серый цвет. Ну, уже мы знаем эту пряжу. Это носочная пряжа. Хотя, как вы видите, я совсем не вяжу из нее носки. Это уже, наверное, третье изделие, которое я вяжу не как носки. У нас уже было пальто релакс тоже из опала. Теперь вот джемпер. По-моему, еще что-то было. Возможно, я путаю. Но то, что будет еще, наверное, два проекта из этой пряжи, это точно. Итак, опал это пряжа по немецкой технологии. Здесь в 100 граммах 425 метров. Очень хороший метраж пряжи. Экономичная. И она в хорошем составе. Здесь 75% шерсть и 25% полиамид. Так, я вот даже не знаю. Ну да, если ее не смесовывать, спицы рекомендуют 2,5, потому что пряжа тонкая. Есть, конечно, характерный пушок, но если добавить в нее махер и ту же медару, это будет вообще просто блеск. Да я даже и шелковый блеск, по-моему, в нее добавляла. И тоже было замечательно. Итак, какой оттенок серого? Оттенок серого 5193. У меня 4 маточка этой серой пряжи. Я не зря заказала эту серую пряжу, потому что я планирую ее опять смешивать с пряжей Мидара, тоже серого оттенка. Мидару, кстати, мне предоставлял магазин Мир Вышивки. Не забывайте, что там есть у вас 10% скидка с промокодом Ситникова. Все буквы латинские большие. Вот такой у вас 780-й Мидары. Я, конечно, попробую связать образец и посмотреть. Но вот на экране она у вас идет в рыжий цвет. На самом деле это пепельный цвет. И вот если смотреть на экран, как будто бы они не смесовываются. Ну, не подходят друг другу слишком разные оттенки. На самом деле в реальном свете я вижу их по-другому. Вот эта пряжа передается, вот этот оттенок очень хорошо искажает. Так, и еще у меня есть Мидара, тоже два моточка. Я из нее уже вязала бабушкин кардиган. И еще два у меня осталось. Кстати, на вот тот большой бабушкин кардиган, без швов, который вязался с цельно вязанной планкой, ушло меньше даже 200 грамм. Где-то 180 грамм у меня еще моточек остался. Представляете, если вязать лицевой гладью, то эта пряжа просто экономичная. Я про Мидару. Так вот, вот эта Мидара тоже вот сюда идет в эту троицу. И, возможно, это будет платье. Я в прошлом видео говорила, что у меня такая идея связать вот что-то подобное. Но только платье очень длинное. Вот. Вот поэтому такие планы у меня были на вот этот серый оттенок опала, чтобы опять смешать с Мидарой. Мне очень нравится Мидара в смесовке. Так, дальше. Вот такие два оттенка. Тот же опал. Значит, это оттенок цвет 3081. Называется он Икрю. Это я точно помню. Два моточка у меня вот такой пряжи. И очень красивая опал коричневого оттенка. Вот у вас он передается светлее. На самом деле он темный, более темный. Так, тоже опал. Их у меня три. Ошибаюсь. Три. То есть четыре серого, две Икрю. И три вот таких вот коричневых оттенка опала. Я на эту пряжу... У меня бомбический проект. Но я пока о нем боюсь говорить. А вдруг не получится. Поэтому, когда я уже решусь на этот проект, я вам расскажу потом о нем ближе. Возможно, все изменится. И я что-то свяжу другое из этой коричневой пряжи. Оттенок коричневой пряжи. Артикул 5192. В принципе, он очень хорошо смесовывается с опалом Икрю. И еще у меня остался целый моток опала от свитера. Вот, посмотрите. Какая прелесть, если смесовать даже вот эти три оттенка. Еще где-то у меня лежит опал джинсового цвета. Он тоже сюда пойдет. Но тогда нужно, скорее всего, убрать коричневый. В общем, идей полно. Как говорится, мысли, хоровод в голове. Так и у меня. Я не знаю, какая идея победит. Но я очень хочу связать вот из этой серой пряжи платье. И, скорее всего, оно тоже будет комбинироваться. Вот как наш вот этот свитер жгуты на резинке. Я буду комбинировать его вот серый-светлый и серый вот такой от Мидары. Возможно, у меня дочь как бы захочет именно такой свитер. И тогда я ей свяжу свитер. Но мне бы хотелось, конечно же, платье. В общем, девочки, я не знаю, какая идея победит. Будем вязать. Будем много вязать. Так что есть чем заняться. Вся зима впереди. Пряжа есть. Идей полно. Только вяжи. Да, теперь еще и спицы шикарные, от которых я просто в восторге. И я не хочу выпускать их из рук. Так что вот такая посылочка от Кудель. Кудель громаднейшая. Благодарю. Вы супер. Ну, а сейчас давайте перейдем непосредственно к продолжению процесса свитера жгуты на резинке. Я вчера связала рукав второй и его постирала. Вот этот рукав еще мокрый. Он не высох. Просто показываю, что он у меня уже готов. Значит, моя идея с кнопками, вот здесь вот, чтобы это был трансформер. И вот здесь вот ряд кнопок сделать, провалилась в тар-тарары. Я сегодня пришила кнопки вот здесь, те, что у меня были в наличии. В общем, большие кнопки, те, которые 14 мм, вообще сюда не подходят. Они очень тяжелые. Маленькие кнопки подходят, но есть одно но. И вот это одно но. Вот эти вот мелкие кнопочки сюда бы подошли. Но, во-первых, они сюда мне не подходят по цвету. А те, которые я жду у солишки, они будут долго идти. Вот. У меня была идея здесь сделать несколько кнопок и обойтись теми кнопками, которые у меня есть. Я имею в виду тем количеством. Но не получилось. Я здесь пришила. Их слишком мало. Здесь все тянет. И, в общем, получается некрасиво. Можно, конечно, дождаться эти кнопки с Алиэкспресс и попробовать эту идею. Вот прям сейчас я вам расскажу. Здесь нужно, получается, 14 кнопок. То есть, эти кнопки должны быть чаще. Но вот представьте, я уже не пойду за маленькой кнопочкой. О, какая сильная. То есть, их должно быть вот прям 7 штук с одной стороны, 7 с другой. Это очень часто. И они быть должны вот такие мелкие, маленькие, 10-мм. Вот эта кнопка сюда не пойдет. Она очень тяжелая, смотрится громоздко. Сразу увеличивается вес свитера. Мне это не нравится. Так что вот эта идея с кнопками не подходит в том виде, о котором я рассказывала вам в прошлом видео. Но пришла совершенно другая идея. Я сейчас буду распускать вот эту головку рукава, это скос рукава, до вот этого момента. Ну, то есть, когда я начала вот эту делать, вот этот скос. И буду вязать немножко по-другому. Сейчас объясню свою мысль и свою идею. И вот та идея мне нравится больше. Это, наверное, будет вот как раз то, о чем я хочу, чтобы вот получилось. И это будет очень-очень красиво. Сейчас расскажу. Итак, новая идея. Можно бы было просто вшить этот рукав и не морочить голову. Он сюда легко вшивается и все бы было замечательно. Вшивала бы я его именно вот так вот. То есть, это сюда, а этот шов и делать его прямо по лицу. Все очень красиво. И здесь многослойность присутствует. То есть, получается так, что вы как будто одели жилет, а снизу у вас водолазка. Это очень красиво и это очень модно. Это всегда было модно. Но я не хочу пришивать рукав. Идея, то, что можно носить как жилет и как свитер, меня не покидает. Что я буду дальше делать? Я уже сказала, что я распущу. Вот тут буквально вот этот вот кусочек. Распущу. И сделаю вот эту головку еще больше. То есть, я буду развороты делать не в третьей петле, а во второй. И таким образом, у меня вот это вот увеличится где-то вот на такой сектор. Что мне это дает? Таким образом, мне понадобятся всего две кнопки. Одна кнопка будет пришиваться вот здесь. Причем, кнопка вот такая большая. У меня их, по-моему, четыре штуки. Мне как раз хватит на два рукава. И ответная часть будет пришиваться с изнаночной стороны свитера. Вот где-то практически в районе, ну, вот шеи. Здесь будет цепляться этот рукав. Во-первых, мне длину надо увеличить. Пряжа позволяет. Можно было бы вообще сейчас ничего не делать. Но тогда рукав короткий. А я хочу все-таки полноценный длинный рукав. И пряжа есть. Не было бы пряжи, это другой бы вопрос был. Смотрите. Мы здесь прищелкиваем. И вторая часть, это пристегивается вот здесь вот. Ну, во-первых, угол изменится. Я сделаю его немножко шире, этот рукав. Она пристегнется вот здесь. Нам больше ничего не нужно. Здесь у нас ничего не пришиваться, не пристегиваться не будет. Вот это расстояние, она, ну, как бы не она, а он, этот рукав, будет сидеть. Значит, внутри нашего свитера. И все. Вот два крепления. Понимаете, да? И здесь вот это будет полотно рукава. Во-первых, это вам уплотнит плечо, так скажем, сразу исполняет роль подплечника. Вот. И это очень красиво смотрится. Идея эта пришла ко мне вот буквально сегодня утром, когда я намучилась с этими кнопками. Я их отпарывала, я их пришивала. А отпороть их, девочки, тоже очень сложно. Руки тряслись, не дай бог, заденешь ниточку. Пришивала я их катушечной пряжей, обычной, ой, пряжей, ниткой. И уже была проблема даже их отпороть. Я здесь их нашила уже неимоверное количество штук. Поэтому, в общем, намучилась. Но идея не покидает, вот хочу я, чтобы был трансформер. Я хочу этот жилет, и я хочу свитер. И мои желания, вот, они спорят между собой и подбрасывают, конечно же, мне новые идеи. Так что буду перевязывать рукав. Пока, если кто-то вяжет, дождитесь моего результата. А то вдруг еще не получится. Ну, если не получится, опять верну все назад. И тогда просто вошью рукав сюда, и все, на этом успокоюсь. Ну, а пока, пока буду переделывать. Так, идем дальше. Я сегодня вам хочу показать... Я же начала сшивать. Идея пончо отпадает. Хватит мне и трансформера с рукавами. Я хочу связать, ой, связать, показать вам один шов. Вот, посмотрите, здесь как будто бы нет шва. Очень аккуратно. И я покажу, как я это делаю. И вот второй шов. Вот такой вот. Разница, я думаю, значительная. Это я все распущу. Можно было бы оставить. В принципе, не так страшно. Но вот этот шов, если это можно назвать швом, его практически не видно. И вот это мне нравится больше. И сейчас я вам покажу, как я выполняю вот этот шов. Идея тоже пришла как-то, ну, случайно, можно сказать. Вот здесь, видите, немножко пропустила одну петлю. Но нужно, можно подтянуть, наверное. И все сядет. Только не перетянуть. Да, можно подтянуть. Вот. Сейчас покажу я, как я выполняю этот шов. И, надеюсь, вы тоже воодушевитесь этим швом, этой идеей. И будете делать, сшивать вязаное изделие таким образом. Ну, не всегда это подходит. Но в данный момент это очень хорошо подходит. Сшиваю я прямо по лицу. Смотрите, что мы делаем. Вот у меня ряд, это же моя кромочная с накидом. Она утолщенная. Вот мы этот ряд опускаем. А находим следующий ряд. И входим не за стенку петли. Вот так вот цепляемся, как я делала в тот шов. Вот второй, который я показала, который мне не нравится. Вот так не делаем. А мы ищем, как это сказать, протяжку. Вот. Вот она, эта протяжка. Вот ее мы поддеваем и в нее входим. Именно в протяжку. Не в дужку петли, а в протяжку. Нужно хорошо рассмотреть, найти следующую протяжку. Вот она. И протащить нить. Дальше тоже находим такую же протяжку. Вот эту я опускаю. А вот здесь, вот она, видите? Вот она вылезла прям. И вот таким вот образом, никуда не торопимся, ищем протяжки и аккуратненько сшиваем. И получается очень красивый, практически незаметный шов. Класс. Просто класс. Да, медленно, да, немножко. Так. Сейчас подтянем. Вот она, эта протяжка. Вот. И такую же протяжку ищем с другой стороны. Желательно не пропускать. Вот там вот выше я, по-моему, пропустила одну протяжку. Может быть, переделаю. Так что, вот из-за таких тонкостей, видите, какая разница. Вот этот шов, где практически нет шва после стирки, когда... Но я сейчас стирать не буду, потому что уже постирана, да, недавно. И вот этот шов. По-моему, небо и земля. Да, еще хотела вам показать одно средство, очень дешевое, раз заговорили про стирку, которое я покупала в FixPrice. Сейчас покажу. Итак, я стираю вязаные изделия обычным шампунем, которым мою голову. Но вот этот шампунь, да, он не из дешевых. И я решила попробовать замену найти. Хотя бы бальзамом. То есть, я стираю так же, как я мою голову. Сначала в шампуне, потом в бальзаме. И когда во второй воде использую бальзам, я не ополаскиваю больше изделия. Так вот, шампунем я пользуюсь, может быть, немножко дешевле, чем вот этот дав. Но если нет дешевле, я пользуюсь и им. А вот ополаскиватель, чтобы сэкономить, да, я купила вот такое средство в FixPrice. Оно то ли 77 рублей. Но вы посмотрите объем. Здесь, наверное, литр. Сейчас посмотрим. Нет, 700 миллилитров. Ну, тем не менее, это не 240 или сколько. Здесь вот в бальзаме, да. И он стоит, если без скидки, что-то под 300 рублей. Это же дешевое, но оно вот просто один в один, как бальзам дав. Такое же средство есть шампунь, тоже в FixPrice. Но шампунь мне не нравится. Он какой-то желеобразный. Конечно, как бы для стирки изделий, но как бы ничего страшного. Но сейчас не буду вам показывать эту консистенцию. Но поверьте, оно какое-то вот, это средство немножечко, ну, желеобразное, какое-то противное, короче. Когда развожу в воде, мне не нравится. А вот бальзам, это вообще просто сказка. И после стирки, после ополаскивания, ну, стирки в этом бальзаме, не ополаскивая, изделия получаются, ну, очень, очень мягкие, классные, появляется пушок. Ну, сейчас такой свет, что мы не увидим сейчас этот пушок. Так что, вот, мотайте на ус, если хотите сэкономить деньги на бальзаме, то вот это вот средство для стирки шерстяных изделий я просто рекомендую. Я использую его, и мне очень-очень нравится. Ну, вот, мои хорошие, поделилась всем. Наверное, думаю, что ничего не упустила. Пойду дальше дошивать шов. Возможно, завтра продемонстрирую вам это все на себе. Может быть, не завтра, но на днях точно. Рукава переделаю. Да, мне же еще рукава переделать. Не знаю, успею, не успею. Ну, короче, свитер уже подходит к концу. И дня два-три и продемонстрирую. Ну, вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Напишите мне про пряжу, как она вам, чтобы вы хотели увидеть. На канале, может быть, угадаете, что я буду вязать из нее. Ну, и на этом все. До скорых встреч. Обнимаю. Люблю. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok